Приветствую всех, друзья! Мы, как всегда, продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Президент UC Дану Уайт ответил на просьбу Фергюсона спасти бой с Парье. Конор Макгрегор сделал заявление по поводу обвинения в его адрес, а Магомед Исмаилов дал свой прогноз на бой Хабиба и Джастина Гэджи. Всем приятного просмотра, и мы начинаем! Президент UC Дану Уайт знает о просьбе Тони Фергюсона заплатить Дастину Парье столько, сколько он требовал для согласия провести с Тони поединок 24 октября. На пресс-конференции во вторник Уайт ответил на вопрос о том, в чем препятствие этого поединка. «У нас есть другой бой. Тони пока не принял его, но знаю, что он не откажется. Мне нравится Дастин. Я не буду ничего плохого о нем говорить. Он хороший парень. Не знаю, была ли причина в том, что он не хотел драться в Абу-Даби или в чем-то другом. Он просто не хотел бой. Есть множество способов отказаться от боя и переговоры. Это один из них. По каким бы причинам он отказался от этого боя, только он знает о ней», — заявил Уайт. Далее последовала незамедлительная реакция Дастина Парье. «Я действительно хочу этот бой. Все просто и ясно. Я хочу драться с Тони. Мне нравится этот поединок», — написал Парье в текстовом сообщении журналистам ММА Янки. Напомню, что этот бой рассматривался в UFC как страховку для главного поединка в UFC 254, где чемпион Хабиб встретится с временным чемпионом Джастином Гэджи. В случае невозможности выйти на поединок одного из бойцов, Тони или Дастина могли бы выйти на замену. Однако, к сожалению для нас, зрителей, этот бой не состоится. Хоть оба бойца и не против подраться. Друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, кто станет новым соперником для Тони Фергюсона. Ну а мы двигаемся дальше. Конор Макгрегор сделал большое заявление по поводу обвинений, которые идут в его адрес. Также Макгрегор объяснил свое предыдущее высказывание, в котором фанаты подумали, что боец планирует свести счеты с жизнью. «Я никогда не убью себя, как бы это многим не хотелось. Сколько бы меня не пытались подставить, правду невозможно раскрыть. Обвинение в отсутствии, изнасиловании, непристойном поведении. Вся эта чушь меня никогда не сломит. Правда есть правда, поэтому я чувствую себя окреленным. Я знаю себя. Да хранит Господь тест ДНК. Да хранит Господь камеры видеонаблюдения и глаза очевидцев. В правде сила. «Я никогда не заплачу ни центы тем, кто пытается меня оболгать. Не сейчас, ни когда-либо. Я буду драться. Я только начинаю свой бой. Все эти предыдущие инциденты не будут забыты. Я не позволю этим людям оболгать меня. Затем исчезнуть в темноте, чтобы разрушить еще чью-то жизнь. Нет, черт возьми», — заявил боец. Ну а тем временем Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от схватки чемпиона ЮСи в легком весе Хабиба и Джастина Гэджи. Думаю, в этом противостоянии победит Хабиб. Гэджи не сможет сдерживать его напор, его борцовский напор. Не сможет сдерживать долго. То есть через определенное время Гэджи подсадет функционально и не сможет сдерживать то, что предложит ему Хабиб. А Хабиб на протяжении 20 своих восьми поединков он предлагал это и никто не смог от этого отказаться. Всем пришлось это принять. Вот и Гэджи, я думаю, придется это принять. Несмотря на то, что у него большая такая сильная база вольной борьбы. То есть он хороший борец, мы это понимаем, но он не дышащий борец. По этой причине, я думаю, Хабиб победит. К слову, могу добавить, что Хабиб возобновил свою подготовку в Абу-Даби. Напомню, боец брал небольшую паузу из-за больного зуба. Но теперь, как сообщается, боец вернулся в строй и с новыми силами продолжает готовиться к своему поединку. Это подтверждает его последний пост в Инстаграме. Продолжение следует... Друзья, на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто посмотрел этот выпуск до конца. Конечно же, можете поддержать его лайком и подписаться на мой канал. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok